Девушки отдыхают Верь мне в правила, а в глаза мои Верь мне на слова, верь мне истого Кроме нас с тобой нету истины Дай небо смотри Лететь до предела Раз, там где ты На прочих неделях нет Господи, что же мне делать? Пойдем Здравствуйте О, вы вдвоем вернулись? Анатолий Сергеевичу стало хуже Его снова забрали в больницу Сделали срочную операцию, но Состояние все еще тяжелое Господи Ему вроде стало легче Почему такое резкое ухудшение? Но операция-то как прошла? Врач говорит, хорошо Но первые сутки после операции Всегда переломные Вот завтра будет более четкая картина Ира, но почему ты не позвонила нам? Я бы поехал в больницу Как-то поддержал Паниных Пап, прости, но у меня было не до звонков Все так Неожиданно произошло Совсем молодой Он ведь Всего на 10 лет старше тебя, да, Коль? Детей жалко Мама, это еще не приговор Завтра поеду в больницу Навещу Анатолия И все узнаю Кто там? Надюш, ты Привет Привет, мам Что случилось? Тебе плохо? Да нет, все в порядке Просто я хочу побыть одна А ты, наверное, устала после работы Пойди поужинай и отдыхай Хорошо, мамочка А ты тоже ложись спать и отдыхай Не грусти Хорошо Пока, мам Спокойной ночи Оленька, хорошая моя Сегодня у меня был очень тяжелый день Что тебе снится? Над Олей Оля Лукоя Открывает зонтик Только самыми хорошими с нами Оля Лукоя Оля Лукоя Оля 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 Субы Ты еще не спишь? Лукоя Скажи Бесплатная Я должна Может, может, я действительно Просто домработница? Это я виноват Нам давно надо было расписаться А с мамой я поговорю По сути, она не злой человек Это недоразумение Зачем ты так? Просто за все ее беды Не ожидается Ах, вот как Ну, а теперь послушай меня Я не буду вам больше мешать Но женишься ты не раньше, чем это одобрит Ирочка В противном случае, Коля, я клянусь тебе До самой могилы Слова тебе не скажу Стакан воды из твоих рук не возьму Понял? Все Спокойной ночи Как? Как кому-то удалось отправить письмо с моего почтового адреса И сообщение с моего телефона? Кто мог меня так подставить? Кому было выгодно использовать меня? Дворновский Сразу видно, тот еще жук Но откуда он узнал, что у меня были эти файлы? Кто о них вообще мог знать? Никто Кроме Марии Когда Надя готовила свой доклад Она попросила меня И я ей дала взглянуть на материалы Но только взглянуть, ничего больше Нет, ну Мария не могла Когда я ей звонила, она была в каком-то очень шумном месте Они с ребятами пошли выпить после работы А служба поддержки утверждает, что письмо было отправлено с моего компьютера И время отправки 8.47 Так В это время я еще была на работе Я осталась в отделе одна А как же так могло произойти? Значит, в отделе еще кто-то был Точно Это же можно проверить Как же я раньше не додумалась И что это наша глупышка себе такое придумала? Она решила обвести нас с вами вокруг пальца Как считаете, может на нее в милицию заявить? Или провести пресс-конференцию? В общем, принять соответствующие меры Как считаете? Мы же договорились Все это останется между нами Я беру ответственность за поведение своей подчиненной на себя Нам не нужен скандал Шевченко я, разумеется, уволю А мне что из этого? Кто возместит мне моральный ущерб? Чего же вы хотите? Денег? Ну что вы, моя госпожа Деньги у меня есть Остановите выпуск вашей новой продукции И тогда мы кид Что? Так как вы можете? Я вас прошу Только не надо вот этого Как говорится, пошел в бизнес Не говори, что из леса Наша компания готовит к запуску Новую линию косметики И нам ее важно презентовать раньше вас Но, как видите, я перед вами Открытая книга Я на это не пойду Я бы на вашем месте подумал Наша шпионка по совместительству невеста Директора Панкосметикс Интересный нюанс Может, это ваш брат Поручил ей продать секретную информацию конкуренту Не надо впутывать сюда моего брата Ну что ж Вам решать Останавливаете запуск вашей новой линии И живете безмятежно Или вам выльют на голову ушат грязи И успех новой продукции Под большие вопросы Позвольте ваш пропуск Надежда Шевченко Ваш пропуск заблокирован Есть распоряжение сегодняшнего дня Не пускать вас в офис Всего доброго Подождите, но мне очень нужно Я должна кое-что проверить Маш, Свет Да как у тебя вообще хватило наглости прийти сюда Девчонки, подождите Я ни в чем не виновна И это доказать очень просто Надь, у нас нет времени на твою ерунду Свет, пошли Ну ты даешь Ты же весь наш отдел подставил У Маши теперь из-за тебя проблемы Ее уволить могут У тебя совесть вообще есть? Я докажу, что ни я, ни Маша ни в чем не виновны У меня есть подтверждение Девушка Я попрошу вас, покинуть здание Пожалуйста Что произошло? Ир Пожалуйста Помоги мне Будь человеком Я знаю, что мы с тобой не подруги Помнишь, я тебе вчера рассказывала Что у меня на работе произошло недоразумение Так вот я знаю, как его исправить Но я не могу сама это сделать Ну давай выкладывай, что там у тебя Что нужно сделать Как говорится, попадешь под ермо Чтобы не вступить В общем, Маргарита Анатольевна Решайтесь Благо и нотариус здесь сидит Маргарита Анатольевна, я вам обещаю Как только вы подпишите отказ От запуска новой линии косметики Я тут же уничтожу все улики И мы забудем об этом навсегда Маргарита Анатольевна, что вы долго решаетесь Это, ей-богу, не брачный контракт Вот Вот, просто не хочу вам больше этим докучать Может мы как-нибудь поужинаем вместе Нет Какие мы грозные Сейчас со мной никто не хочет разговаривать И пропуск мой заблокировали Ты вправду хотела продать секретную информацию конкурентам? Да нет же, меня просто подставили И я знаю, как это доказать В тот вечер, когда письмо было отправлено с моего компа Я была на работе Выполняла свое первое задание Так это все неинтересно, давай дальше, мне надо идти Камеры видеонаблюдения должны были зафиксировать Кто еще, кроме меня, входил в отдел разработок Я должна забрать их Хочу это сделать, но меня не пускают в офис Такие записи обычно хранятся несколько дней Но я уверена, что их еще не стерли Ир, пожалуйста Ты могла бы взять для меня записи видеонаблюдения за тот вечер? Это все, что нужно сделать? Для начала, да А что, есть еще какие-то идеи? Пока это лучшее, что пришло мне в голову Договорились? Я просмотрю записи и перезвоню тебе Ир, спасибо, для меня это очень важно Да, да, да Позвони мне, пожалуйста Слушаю Максим Викторович, скажите, пожалуйста Когда именно вам было отправлено сообщение с моего телефона? Дело в том, что оно пропало Его больше нет среди отправленных Послушайте, Наденька Расслабьтесь Игра окончена Я обо всем договорился с вашей замечательной начальницей Маргаритой Паниной Я обещал замять эту историю В обмен на ее отказ от выпуска новой линии косметики Что? Она не могла на это согласиться? Я уничтожил все доказательства И обещал никогда не упоминать об этом инциденте И знаете еще что? Большое вам спасибо Что еще ты тут забыла? Взрывчатку подложить не успела? Выведите эту девушку из помещения Надежде Шевченко запрещено с этого дня появляться в офисе Пан Косметикс Рита Рит, услышите меня, пожалуйста Я ни в чем не виновна Вы сейчас предлагайте мне сделать вид, что я согласна с обвинениями Но это же неправильно Если я не могу зайти в офис То вы можете посмотреть камеры видеонаблюдения сами Ну или пусть милиция во всем разберется Милицию? Да ты хоть представляешь себе, что мне пришлось делать, чтобы замять эту историю? Решила уничтожить Пан Косметикс? Не выйдет Если вы не хотите мне помогать То я сама помогу милиции А ты, похоже, не поняла Объясняю Мне уже не важно, твоя это вина или нет Важно, что все это произошло Сотрудница Которую я лично вняла в компанию Да еще и девушка моего брата Решила сорвать нам выпуск продукции, которой Пан Косметикс готовил целый год Меня сейчас интересует только то, что будет с моей компанией На тебя мне плевать Это неправда Вы не такая, вы просто мне не верите Сказала бы спасибо, что я тебя от тюрьмы спасла На глаза мне больше не попадайся И держись подальше от моего брата Просто проверьте видео Для меня очень важно, чтобы вы знали, что я невиновна Кто-то зашел в отдел в 2047 и отправил письмо с моего компьютера Олег, подождите Девушка, покиньте, пожалуйста, помещение Пожалуйста Здравствуйте Доброе утро Метлу надежно припарковали? Приветствую вас, друзья Мне кажется, мой будильник сам себе выбирает часовые пояса Маргарита Анатольевна А давайте всей командой возьмем и накатаем на Шевченко заявление Пускай отвечает за свои поступки А действительно, зачем нам ее спасать? Она нам не родственница С этого момента мы Останавливаем работу на одной линии косметики Как останавливаем? Мы несколько месяцев практически жили в этих колбочках Неужели Шевченко успела так все испортить? А Шевченко больше ни слова Это моя вина Я могла бы быть бдительнее Дело не только в шпионаже Наш конкурент собирался использовать эту ситуацию против нас Все это могло отразиться На наших отношениях с заказчиками Репутация нашей компании моей лично Поэтому единственное, о чем я вас сейчас прошу Это молчание Я прошу ни с кем Не обсуждать эту тему В общем, все молчим И проблема сама по себе исчезнет Интересный подход Опять эти чертовы камеры Почему мне с ними так не везет? Потому что я хорошая девочка А не преступница Алло, зойчка? Да, это я Слушай, а ты еще работаешь в этом своем продакшене? Да, но вы же там снимаете видео, монтируете всякое, да? Вот Скажи, а можно видео с камеры наблюдения порезать так, чтобы убрать кусок? Ну так, чтобы совсем незаметно было А, да, у сотрудницы юбилея я ей сюрприз готовлю Если все сделать как надо То такая фишка получится Она потом всю жизнь будет вспоминать Да Да, я всегда мыслила креативно Это правда Заплачу сколько нужно, не вопрос Только это срочно Да, я прямо сейчас отправлю тебе запись Зоечка, зайчик, спасибо Давай, пока Здравствуй, моя девочка Рад тебя слышать И я тебе тоже рада Как отец? Уже неплохо Отходит после операции Я сидел с ним всю ночь и все еще здесь Отец боец Это хорошо Он обязательно поправится А ты-то как? Надь, мне кажется, тебе одно не решить вопрос с этим обвинением в шпионаже Да нет, по-моему, я как раз нашла выход Я попросила Иру мне помочь Она пообещала, что поможет И вот сейчас как раз жду ее звонка Ну, хорошо Но я все равно отправил к тебе нашего юриста Пусть разберется Я люблю тебя, милая Не сомневаюсь в тебе ни секунды И я тебя тоже очень люблю Ребята, спасибо, что записали для меня это видео с камер наблюдения Ирочка, всегда рада вам помочь Через пять минут в кафе Подходи Привет Ну что, тебе удалось достать записи? Ты их видела? Охрана не разрешила Чтобы получить допуск Мне пришлось бы рассказать о моем обвинении в шпионаже А Рита строго-настрого запретила говорить с кем-либо на эту тему Пойдут слухи, это может серьезно навредить компании Ты, кстати, в курсе, что остановили запуск новой продукции? Да, именно поэтому я обязана доказать правду Ты что, не соображаешь? Пойми, если продолжить дальше полоскать эту тему То все усилия Риты пойдут прахом Это испортит ее репутацию Да и Игорю это тоже может навредить Но как это может кому-то навредить? Если историю со шпионажем закроют Значит, наоборот, все станет на свои места Так, во-первых, почему я должна тебе верить? А во-вторых, даже если допустить, что ты говоришь правду И записи с камер докажут, что это не ты Кто-то же отправил этот злосчастный имейл с твоей почты Ну, компании, а значит Рите и Игорю Это не поможет А вот если ты врешь, в чем все и так уверены Тогда бы просто подниму лишний шум Пожалуйста, хватит зацикливаться на этом Прими ты, наконец, эту ситуацию Ну, это невозможно Я же ничего не делала против компании Не умеешь ты признавать свои ошибки Да пойми, тебе же и так пока везет Рита не стала заявлять на тебя в милицию Анатолий Сергеевич пошел на поправку Все не так уж плохо Почему ты настаиваешь на каком-то абсолютно ненужном расследовании? Ну, потому что не настаивать, это значит признать свою вину А я невиновна Нет, я просто не знаю, как тебя вразумить Ты думаешь только о себе Ладно Я пойду работать Соваться в компанию тебе нельзя Помогать тебе тут никто не станет Что ты можешь еще придумать, убожество? Думаю, ничего Алло, Зоечка, привет Что там с моим видео? Я очень-очень тороплюсь Пожалуйста, побыстрее Да? Уже выслала? Так, так, сейчас, подожди Ага, проверяю, да Ага, есть Да, 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 есть А я в долгу не останусь Все, целую, пока Вы моя последняя надежда Надя, ну возьмите себя в руки Хорошо, я немедленно отправлюсь и проверю все видеозаписи Все выясним, все решим Спасибо Спасибо будете говорить, когда будет положительный результат Ну, я вам уже благодарна Хорошо, как только что-нибудь выясню, я вам сообщу Всего доброго Всего доброго Не волнуйтесь Просто проверьте видео Для меня очень важно, чтобы вы знали, что я невиновна Кто-то зашел в отдел 2047 И отправил письмо с моего компьютера Ты, Рита, так ничего и не поняла Как и в случае с ингалятором Надя не могла у нас шпионить Ты сама это скоро поймешь Что, в клинику? Разумеется, выезжаю А, алло Надежда, это Валентин Данилович Я, к сожалению, не успеваю досмотреть видеозапись камеры Да Срочно нужно приехать в больницу К Анатолию Сергеевичу Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь Я потом Я вернусь и все досмотрю, да Не волнуйтесь, да Простите, я позже зайду Рита! Здравствуйте Рита! Ира, что ты тут делаешь? Ты же знаешь, как Игорю важно доказать невиновность Нади Шевченко Так вот, он попросил меня посмотреть видео с камер наблюдения Я сделала запрос и только что забрала запись Думаю, будет лучше, если ты сама все увидишь Рит, я понимаю, как тебе все это неприятно И как эта история может отразиться на панкосметикс Но не переживай От меня никто ничего не узнает Надеюсь Ну, пойдем Послушайте, ну можно как-то поаккуратнее, но вы же ведь не кролика разделываете Шея, она мне еще пригодится Подайте телефон Да Да Собирается диктовать завещание Хорошо, спасибо, что позвонили, я еду А вот и финишная прямая Вы можете быть свободны, мне появились срочные дела Ох, аж боль прошла Ну, ради завещания стоило покрутиться Алло, милый Он собирается диктовать завещание Я все понял Спасибо А с кем это вы говорили? Да любимый звонил И дня без меня прожить не может Пойду я, пожалуй Что? Как это понимать? У нас вообще собрание через пять минут Ничего не поделаешь Нужно бежать со всех ног Блин, ты постоянно опастываешь Болтаешь с кем-то по телефону Уходишь, когда тебе вздумается Тебе не кажется, что как для новичка Это уж слишком На Что это? Заявление Я увольняюсь Передашь Лите, ладно? Ты дашь не пройти-то, Павлик С 8.40 вечера до 8.50 Кроме Шевченко в отдел никто не входил Я не слепая Что мне сказать Игорю? Я сама ему все скажу Пожалуйста, ты не вмешивайся Конечно Рит Я тебя так понимаю На вас с Игорем сейчас Столько всего навалилось Это внезапная операция Анатолий Сергеевич Если я не могу зайти в офис То вы можете посмотреть Камеры видеонаблюдения Нет, я сама Ты так хотела избавиться от нее, что решилась на преступление? Что за комедия? Алло, Игорь? Тебе удобно говорить сейчас? Тебе удалось что-нибудь выяснить по поводу этого дурацкого обвинения в шпионаже? Эх, ничем порадовать тебя не могу, к сожалению. Все говорит против Нади. С сегодняшнего дня ей запрещено входить в наш офис. Распоряжение службы внутренней безопасности. Да ерунда какая-то. Надя не могла этого сделать. Ладно, Ир, все, ладно, я лучше сам разберусь. Неужели это дело рук Полины? Валентин Данилович, здравствуйте. Как там наши дела по делу Шевченко? Не успел этим заняться, Игорь Анатольевич. Ваш отец срочно не вызвал сюда, он хочет немедленно решить вопрос завещания. Завещание? Не похоже на отца, раньше не падал духом. Игорь, предприимчивость это не значит пессимизм. Валентин Данилович, здравствуйте. Добрый день, приятно. Вас Анатолий вызвал? Да. А по поручению вашего мужа он хочет решить вопрос о завещании. Ну что ж такое, ну зачем все эти разговоры о наследстве и завещании? Ну что это за похоронное настроение? Ему же сейчас нужно думать только о выздоровлении. Погодите, я сейчас не поговорю. Не спорьте с ним. Ваш муж делает все правильно. Ему так будет спокойнее. Ну если вы так считаете. Слушай, это не ты подставила Надю? Слушай, хватит сверлить меня взглядом. Если я даже скажу нет, ты же мне все равно не поверишь. Ты же как страус прячешься от действительности. Снова ищешь виноватых. А виновата твоя подружка, которая совершила преступление. Из-за этого чуть не умер твой отец. Вообще, как тебя угораздило связаться с такой тварью? Девушка! Да. Извините, скажите, вы дежурите в палате Панина? Да. Извините, мне нужно срочно уехать. Пожалуйста, проследите, чтобы он там ни на секунду не остался один. Конечно, не беспокойтесь. Спасибо. Какая красивая. Мам, а кому это памятник? Почему он такой маленький? А можно это памятник будет Наде? Вы уходите? Именно. Хочу съездить к Ирочке на работу. И ты, между прочим, могла бы меня проводить к двери. Уже иду. Уже не надо. Я смирилась с твоими манерами. До вечера. Что же мне делать с этим адвокатом? Он увидит меня на записи. Что же придумать? Как мне быть? Ласточка моя. Что такое? Я тебя что, напугал? Так кого угодно испугаешь, ба. Могла хотя бы постучаться. Зашла тихо, как привидение. Ну, прости, прости. Вот правильно, выпей водички. А то нехорошо, если ты начнешь икать на рабочем месте. Ба, ты чего пришла? У тебя назначена какая-то встреча в Панкосметикс? На этот раз я по личному вопросу. Иди сюда. Но я же не только химик. Я еще и заботливая бабушка. Я приехала за тобой, котенок. Чтобы мы с тобой вместе отправились навестить твоего крестного в больнице. А зачем вместе? Отношения между молодыми людьми только выиграют. Если взрослые немного помогут. И это не сказки, как тебе может показаться. Слышишь? Угу. Анатолий спит и видит, как женить Игоря. А значит, нужно постоянно быть на глазах. Нужно окутать его легкой паутиной заботы. Ты какая-то бледненькая стала. У тебя все получается? Может быть, бабушке помочь тебе? Может быть, поговорить с кем-нибудь? Бабуль, понимаешь? Я очень переживаю за Надю. Но мы все-таки живем с ней под одной крышей. Она такое вытворяет. А что случилось? Компании просят держать это втайне. Но... Да ты что? В корнях этого растения содержится большое количество молекул, которые обладают защитными и антиоксидантными действиями. Извините. Мне это мешает. Абонент временно недоступен. Перезвони. Олег, подожди, пожалуйста. Я уже не знаю, к кому обращаться. Мне нужно, чтобы ты сделал для меня одну вещь. Проверил запись камер видеонаблюдения за тот день, когда я якобы отправила письмо нашим конкурентам. Сама это сделать не могу, потому что меня в офис не пускают. Умоляю, посмотри эту чертову запись. Я уже в отчаянии. Детка, если бы твоим бойфрендом был не Игорь Панин, а кто-то другой. Ну, а зачем мне тебе помогать? Разве я похож на Человека-паука из детского фильма? Олег. Девушка, ну вам здесь медом, что ли, намазано? Опять на скандал нарывайтесь. Уходите, пожалуйста. Девушка. Игорь. Ты еще возле офиса? Надя, вся эта история со шпионажем была подстроена. Я сейчас приеду и во всем разберусь. Дождись меня. Вот здесь документы, которые вы просили меня найти. Спасибо, Лена. Я займусь ими позже. Сейчас мне нужно срочно уйти. Хорошо. Алло, Люсь, я сегодня задержусь. Заеду проведать Анатолия Панина в больнице. Да, Коль, конечно. Ему уже лучше? Ну, дай бог. Сестричка, ты уже дома? О, бабуль, привет. Смотри, Дунечка, твоя бабушка вернулась. Или она тебе прабабушка? А твоя дочь с детства была такой? Какой такой? Тамара Семеновна, ну зачем вы так? Оля совершенно здоровая девочка. Просто она слишком добрая и открытая. Я говорю о твоей старшей дочери. Ты даже не представляешь, кого ты воспитала. Змею подколодную. Что вы говорите? С Наденькой что-то не так? Наденькой? Ты лучше спроси, что с компанией, в которой она поработала. Твоя Наденька и дня там не пробыла, а сразу принялась за промышленный шпионаж. О, чему теперь в институтах учат. Правильно, зачем работать, когда можно что-то украсть и сразу разбогатеть. Вот оно, современное воспитание. Это какая-то ошибка, этого не может быть. Надя не могла. Бедные панины. Мало того, что Анатолий в больнице, их компании пришлось остановить выпуск новой продукции. Ты вообще понимаешь, что это значит? Какие это убытки? Я всегда знала, что сама ты бестолковая. Но я и предположить не могла, что ты можешь воспитать такое чудовище. Правильно я тогда отговорила Николая. Какая из тебя мать? Мам, а где чудовище? Давление немножко подскочило, но не критично. Молодец. В целом неплохо, Анатолий Сергеевич. Вы уже все? Да, мы уже закончили. Я записал на два диктофона. Оригинал заверил нотариусу, а это вам. Копия, так сказать. Да, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Иван Ильич, как он себя чувствует? Его, наверное, утомил разговор с юристом, да? Да нет. Сейчас уже неплохо. Я доволен. Не нужно было его из больницы отпускать. Но ведь вашего мужа не переспоришь. В любом случае операция прошла хорошо. Дальше будем наблюдать. Спасибо вам большое, Иван Ильич. Я надеюсь, что с вашей помощью мы его вытащим. Будем надеяться. Толя, как ты себя чувствуешь? Если у него снова начнется приступ, сразу же зовите меня. Ближайшие три-четыре дня нужно быть на стороже. Потом состояние стабилизируется. Поля, у меня был Дмитренко. Я составил завещание. Ну, к чему все эти разговоры? Ну, ты же мне обещал, что мы всю жизнь будем с тобой вместе. Я должен успеть закончить все свои дела. Толя, тебе сейчас не нужно разговаривать. Отдыхай. Оставь управление компанией Игорю. Он хороший руководитель. Конечно. Береги Риту. Она тебя очень любит. Толя, я знаю. Я позабочусь о девочке. Мы с ним всегда лазили, Толя. Ты пришел? Да. Давай присядем, и ты мне подробно расскажешь обо всем, что произошло. Хорошо. Игорь, мне очень важно, что ты мне веришь. У меня такое впечатление, что весь мир против меня. Надь, я тебе верю. Но я должен знать все детали. Только так я тебе смогу помочь в этом разобраться. Господи, насколько можно волноваться уже о взрослых детях. Все у нас будет хорошо. Да. И земля не сойдет со своей орбиты, даже если ты ее покинешь. Я... Я виноват перед Игорем. Иритой. Ты за меня. Их мать ушла. Я тебя, Толя, никогда не прощу. Никогда не. Я подлец. Толя, хочешь, я расскажу тебе одну забавную историю? Почему на самом-то деле ушла твоя жена? Ведь она же так тебя любила, Толя. И твоих деток. И тут вдруг исчезла. Да еще и с каким-то мужчиной. Ты в это веришь? Потому что я нет. Ведь я знаю настоящую причину. Ты? Ты? Да нет, Толя, ты. Даже ты хотела жить со мной. Я тебе лишь немножко помогла. Ты? Ты?